Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Кира и это начало новой недели. Сегодня у меня утро понедельника. Вот что я навышивала за вчера, за вечер воскресенья. Я вчера опять полдня проиграла в World of Warcraft, поэтому было немножко не до вышивки. Тем не менее, вот прогресс есть. Начался здесь хвост павлина. И на этой неделе, как я вам и говорила, я, скорее всего, запущу рулетку. Но, знаете, я тут подумала, что... Но я сначала сделала две рулетки. Одна рулетка с названием процесса, вторая рулетка с количеством крестиков. Но крестики я считать не умею и не люблю, тем более у меня сейчас есть две схемы, которые я не зачеркиваю. Это, собственно, вот эти павлины, которые вы видите сейчас перед глазами. И это также лодки от овен. А без зачеркивания в схеме я вообще потеряюсь и не смогу считать крестики. Поэтому, что я решила сделать? Я решила оставить только одну рулетку, которая с названиями процессов. И эту рулетку я буду запускать каждое утро и вышивать в течение дня тот процесс, который выпал. Но если... Так как я участвую в двух совместниках, если за неделю у меня не выпадают вот эти павлины или касатки, то в воскресенье я рулетку не кручу, а вышиваю их. То есть, допустим, полдня касатки и полдня павлины. Так как у нас там нет в совместниках нормы крестиков, поэтому за день, если я даже понемножку повышиваю две работы, мне будет с чем отчитаться. Я решила сделать таким образом. Мне кажется, это будет удобно и мне, и интересно вам. Вот вчера мне я повышивала павлинов немножко. Я, кстати, часов в девять, наверное, отчиталась, и после этого повышивала еще, ну, может быть, крестиков сто. Но, тем не менее, все равно, если они в течение недели у меня не выпадут, в воскресенье я буду вышивать павлинов и косаток, если одно из них не выпадет или не выпадут они оба. Соответственно, мой тайный процесс я вам показывать не буду, он останется тайным. Я вам покажу, если он выпадет в рулетке, естественно, и просто, ну, в такие моменты я просто не буду вам показывать продвижение, ну, там уж поверьте на слово на самом деле, потому что, ну, вообще, на самом деле не очень хотелось бы вообще, чтобы он выпадал. Но раз уж он есть, он есть. И в этой рулетке я добавила еще не начатый процесс лошадки, которые, которых я рисовала сама. И если они мне выпадают, соответственно, я их начинаю и посвящаю им целый день. Такие вот у меня планы на неделю, поэтому я не буду говорить точно, что у меня в планах. То есть у меня шесть процессов начаты и седьмой на грани старта. Вот, сейчас я запущу рулетку и мы с вами уже будем вышивать то, что выпадет. Итак, я запускаю нашу рулеточку. То, что сейчас вы видите, это еще ничего не значит. Он рандомно, когда загружаю компьютер, рандомно здесь стоит где-нибудь. Запускаем. Что же это будет? И это Адель, которую я не брала с декабря месяца. Ну что ж, пришло ей время. Сегодня я вышиваю Адель. Вот так она у меня выглядит на данный момент. Здесь еще вышивать и вышивать. Вышита только вот тут верхняя часть. Даже уха до конца не доделана. Она у меня вся мятая-перемятая, потому что она с декабря месяца у меня просто лежала. То есть я за нее не бралась четыре, уже почти пять месяцев. Ну да, оформлена она у меня. Не оформлена, точнее, упакована в такую папочку. Здесь как раз влезает и обложка. Напомню, если кто, кстати, не знает, вот так выглядит эта лошадка полностью. Вот так она выглядит сейчас у меня. И здесь тоже цветная схема. Вот знаете, я терпеть не могу цветные схемы. Вот вообще просто неудобно, мне неприятно по ним вышивать. Тем более они глянцевые, они все блестят. Но что поделать. Здесь я даже, видите, пробовала зачеркивать это все дело. Не знаю. У меня сейчас шесть процессов начаты из шести процессов от трех цветные схемы. Это вообще мега неудобно. Ну что ж, буду вышивать ее, вспоминать вообще, что к чему у этой лошадки. У меня тут, кстати, в ней даже нету органайзера от Дубко. Сейчас я ему, этому процессу его добавлю, чтобы это все дело было быстрее и легче. Ну и начинаю продолжать свою Адельку. Доброе утро вторника. Повышевала я вчера Адель. Сейчас я ее сниму с пялец. Да, вот так одной рукой. Конвая мятая. Прошу за это прощения. Вышила я вот здесь вот немножко уха. Вот эту вот всю часть гривы, глазик. Вот здесь внизу немножко. Ну такой, не скажу, что прям очень большой кусочек получился. Но в целом, очень даже неплохо, мне кажется, я продвинулась. Вот смотрите, у меня здесь лежит обложка. Посмотрите, пожалуйста, на обложку и на готовый результат. Вас ничего не смущает? Я сейчас конкретно про вот эту часть. Вот смотрите, над глазиком вот здесь. Вот здесь под глазом. Видите, вот цвет такой. А теперь смотрим на обложку. Вот он здесь и здесь совершенно другой цвет. При том, что он очень сильно выбивается. То есть видите, здесь прям от темного к более светлому, еще более светлому. И здесь тоже он не сильно выбивается вот из этого темного. А здесь посмотрите, пятно какое на обложке. И вот тут наверху. Скорее всего, вот здесь, когда делали первоотшивку, перепутали вот этот цвет, вышли каким-то другим. Я еще помню, когда только покупала эту лошадку, у меня вот этот вот цвет, вот это вот то, что сильно выбивается. Меня тогда уже смутило. Я думаю, ну как-то сильно слишком оно выбивается. Не должно быть так. А в итоге, видите, как все плавненько. Так что, если у кого этот наборчик лежит, будете вышивать или уже вышивали, обратите внимание на этот факт. Может быть, это у меня, конечно, нитки другие какие-то положили. Смотрите, там вышивается 11 цветом, по-моему. Сейчас врать не буду. Так, это у нас значок S. Да, 11 цвет. И 11 цвет, он вот он. Он не такой яркий, как на обложке. Он гораздо темнее. И вот он, он как раз им здесь и вышивается. Видите? В общем, умейте это в виду, когда будете вышивать. Что этот цвет на обложке не такой, как должен быть. Либо у меня он в наборе лежит не такой. Но в целом, я говорю, вот то, что у меня лежит в наборе, мне это нравится больше, чем показано на обложке. Так что, вот такие у меня продвижения за понедельник. Вышивала я не очень много. Но сейчас мы с вами снова запустим рулетку. И посмотрим, что же я буду вышивать сегодня во вторник. И так, вот она наша рулетка. Крутим, 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 крутим. Олень. Прекрасно. Олень это как раз я и хотела сегодня взять. Так что, сегодня я вышиваю своего прекраснейшего оленя. Будем как-то обходиться без недостающей нитки. Буду вышивать пока теми, которых хватает. А недостающими вышью потом, когда они появятся. Так что, олень сегодня продвинется. И это прекрасно. Для цистоты эксперимента покажу вам, что есть на данный момент. На данный момент он выглядит вот так. Шея здесь немножко до конца не дошита. Началось тело. На схеме это примерно уже половина. То есть, это верхние два листа почти выше. То есть, здесь вот немножко вот эти вот части заполнить. И будет половина по листам. Так, сейчас я буду именно заниматься крестиками. А бэкстичи, французские узелки здесь я буду крутить. Если вечером у меня останется на это время. Но сегодня я хочу именно повышивать крестики. И продвинуть его в крестиках. Ох, я прям уже в предвкушении. Он такой красивый. Получается. Буду сейчас вышивать его. И наслаждаться. Но я обязательно покажу вам, что получится. Доброе утро среды. Вчера я вышивала своего оленя. Я вышила довольно-таки неплохой, как мне кажется, участок. Я дошила полностью второй лист, кроме французских узелков и бэкстича. И перешла уже немножко вниз. У меня тут остались чуть-чуть его животик. Четыре ноги, внизу трава и куча французских узелков. И если вы внимательны, вы увидели два моточка мулиной DMC. У нас вчера открыли некоторые магазины. И я попросила мужа проверить, работает ли рукодельный магазин, в котором есть DMC нитки. Если работают, то взять мне два моточка. И вы можете их видеть. Та-дам! У меня снова есть 920 и 842. И вчера, кстати, я 920 вышла последние крестики. Мне хватило тех моих запасов. Но так как я собираюсь все-таки начать своих лошадок, то 920 мне там будет еще нужен. Почему-то на оленя я не переживала, что там хватит, не хватит. А вот на лошадок бы точно не хватило. Потому что там остался совсем маленький кусочек. 842 у меня закончился полностью. Вообще ни сантиметра не осталось. А у меня здесь еще будет два бленда и один чистый цвет с ним. Поэтому 842 мне еще очень пригодится. Вот такие вот у меня продвижения за день. Я считаю, что довольно-таки неплохие. Учитывая, что хотя бы немножко, но я его продвинула. Здесь где-то крестиков, наверное, есть 700 должно быть, по идее. Вот. И хотя так не скажешь, да? Ну, 650-700, может быть, даже больше. Говорю, я не особо сильна в подсчете крестиков. Я так вот смотрю, сколько я зачеркнула на схеме за вчера. Ну, 700 тут есть точно, мне кажется. Да. Поэтому продвижения, на мой взгляд, очень неплохие. Вечером снова играли в World of Warcraft с моей подругой. Снова гуляла с собакой. Поэтому, ну, как бы... Дела были помимо вышивки. Несмотря на то, что карантин, да, то, что все сидят дома, но больше времени от этого у меня не стало. И сейчас мы будем крутить рулетку, смотреть, что у меня выпадет на сегодня. Очень хотелось бы что-нибудь новенькое, что еще не повторялось. Напомню, сегодня среда. В понедельник я вышивала... Кого я вышивала в понедельник? А, Адель. Вчера, получается, во вторник я вышивала оленя. И что день грядущий нам готовит, сейчас мы узнаем. Каждый раз при запуске компьютера рандомное здесь стоит... ...значение. И крутим. Косатки. Отлично. Сегодня мы вышиваем обложку на паспорт. Я, кстати, знаете, думала, если сейчас она не выпадет, я схожу... ...постираю канву, чтобы она стала немножко помягче, потому что она такая дубовая. Но так как она выпала, я ее сейчас запяливаю и буду вышивать обложку на паспорт косатки. Недавно совсем вам его показывала, но если вдруг кто-то уже не помнит, вот так выглядят мои предвижения на данный момент. К слову, вот здесь это уже середина работы. И вниз вот здесь уже тоже, по-моему, перевалило за середину. Да, уже прям так хорошо перевалило за середину на самом деле. Поэтому процесс движется. Здесь очень много цветов, очень много блендов. Я, кстати, для вас начала снимать отдельное видео по этим косаткам, но где-то оно у меня на компьютере и затерялось. Хотела снять вам старт. Ну, в общем, сейчас буду обратно запяливать в нурге. У меня нурге такие, знаете, на несколько процессов сразу. Я на нурге вышиваю этих косаток. На нурге вышивала Адель в понедельник. И на нурге вышиваю тайный свой процесс. Все на нурге. У меня такие единственные многострадальные. Надо будет потом как-нибудь позже заказать себе их еще. Может быть парочку. Чтобы одни и те же не мотать туда-сюда, а на каждый процесс свои иметь. Хотя на самом деле я не скажу, что я кучу процессов буду дальше разводить. Это вот у меня сейчас такой эксперимент был. И на самом деле мне он не очень нравится, потому что процессы двигаются очень медленно. Я бы хотела все-таки, чтобы процессов самих было меньше, но они быстрее вышивались. А вы что по поводу этого думаете? Как вам интереснее смотреть на продвижение понемногу, но нескольких процессов? Или так, чтобы вышить сразу один набор и перейти к другому? Интересно ваше мнение. Как вам больше нравится? Ну, я пойду запяливать, вышивать. И получать от этого процесса удовольствие. Доброе утро четверга. Вы видите здесь продвижение? Они существуют. На самом деле я за вчера вышла, ну, крестиков, наверное, 300 максимум. Вот здесь немножко в этой части. Вот эта часть. Вот тут чуть-чуть. И вот эти бирюзовые. Я вчера занималась всем чем угодно. Кроме вышивки и косаток. Я вчера села за вышивку. Ну, с утра немножко, буквально часок, наверное, я повышивала. И потом я села за нее аж в 10 вечера. То есть весь день. Сначала я пыталась договориться с художницей по поводу схемы. В итоге мы договорились до того, что схему я могу только для личного использования сделать, не для продажи. Но даже для личного я ее буду делать, потому что себе я такую вышивку хочу определенно. Потом мы общались с Надей Григорьевой на эту тему. Она мне там подсказывала какие-то моменты, нюансы. Мы с ней общались часов, наверное, до 4-5. При том, что я параллельно, пока мы с ней общались, домашними делами занималась, отвлекалась периодически на сообщения. И потом мы пошли играть с Таней в World of Warcraft. Я понимаю, что вам, скорее всего, это неинтересно, чем я тут занималась. Вы мне скажете, ты нам лучше вышивку показывай. Вот, я показываю. Я хоть немножко, но повышивала. Сейчас запущу снова рулетку. У меня, кстати, вообще не нравится тема рулетки. Абсолютно. Я лучше, наверное, на следующей неделе буду просто 7 дней в неделю. 7 дней, 7 вышивок у меня есть. 6 начатых. И одну я все планирую начать, но она никак не выпадает. Если сейчас косатки не выпадут, то я все-таки пойду постираю канву, потому что настолько грубую я не люблю. На следующей неделе я по моим заданиям на день, скажем так, распределю вышивку. Я буду, скорее всего, вышивать то, что вот в этот день, мне кажется, более логичным, чем крутить рулетку. Но постараюсь на каждый день хотя бы понемножку каждый процесс попродвигать. Просто вот, например, вчерашний день, он был действительно для меня очень такой... Много дел нужно было сделать. Я понимаю, что общение ВКонтакте это не то дело, которое нужно было сделать, да? Но, тем не менее, для меня это было очень нужное дело. Именно вчера. Вот. Сейчас я покручу рулетку. Посмотрю, что день грядущий нам готовит. А потом уже пойду гулять с собакой. Потому что сейчас еще совсем утро. У меня муж только ушел на работу. С собакой я еще не гуляла. Сейчас пойду погуляю. Вернусь. И буду уже смотреть, что вообще сегодня я буду делать. Я только проснулась, просто голос такой немножко еще сонный. Вот он мой снова экран. У кого-то, кстати, видела видео, тоже крутили рулетку. Крутили рулетку с телефона. И при этом звук в телефоне не выключали. Это был просто ад. Я выключила видео, даже не досмотрев его. Просто девушка говорит тихо. А потом эта громкая рулетка с таким еще тадам в конце. Это был просто кошмар. Ну, блин, не умеете вы сводить видео, делать тише. Но выключайте вы хотя бы звук на телефоне. Глауши режет. Я говорю, я даже видео не смогла досмотреть абсолютно. Поэтому если вы меня смотрите и выкрутите рулетку, пожалуйста, делайте это либо с тихим звуком, либо вообще без звука. Ну, а я сегодня кручу. Кручу, верчу, запутать хочу. И у меня сегодня тайный процесс. Не доставала я его с января месяца. Ну что ж, ладно. А, кстати, еще, если вы могли заметить, я вчера крутила рулетку, и у меня там было написано «Косатки». Я это заметила вчера уже ближе к вечеру, исправила. Вот. Тайный процесс. Ну, тайный процесс я вам не смогу показать. На то он и тайный. Просто тогда вам придется поверить мне на слово, что я его вышивала. Ой, не хотелось бы его доставать на самом деле. Ну, ладно, так уж и быть. Так что у меня сегодня тайный процесс, отрисовка дальше, схема. Домашние опять-таки дела, потому что домашние дела надо каждый день делать какие-то. Ой, ладно, пошла искать тайный процесс, собирать его снова, потому что он по частям у меня в разных комнатах лежит. Ладно, пойду. Я сейчас нашла свой тайный процесс, достала его, и я поняла, что я его вообще не могу сейчас вышивать. Не в плане того, что я не хочу его вышивать, или там он не актуален сейчас. Дело в том, что я его начинала в период, который резко прекратился, и у меня сейчас с ним связаны не самые лучшие воспоминания. Я даже сейчас вот разговариваю с вами, у меня голос дрожит. Поэтому, чтобы вот таких ситуаций не было, мы тайный процесс, чтобы у нас оставалось все так же семь процессов, мы его меняем на новый процесс. Вот так теперь это будет выглядеть. Дело в том, что я, если... Я сейчас еще раз покручу барабан на наш прощайте, барабан, да? Сектор призда барабан. Если выпадет новый процесс, я начну любой абсолютно рандомный процесс, будь то авторская схема, или набор какой-то. В общем, я сама еще не знаю, какой. Но это будут не лошади, которые вот здесь указаны. Лошади — это лошади. То есть, если выпадет лошади, я начинаю лошадей. Если выпадает что-то еще, начинаю новый процесс, который не планировала. То есть, любой другой — не лошади. Я думаю, так будет честно, справедливо, и надеюсь, что вы на меня за это не обидитесь. Потому что оно... Вы, наверное, сами слышите реально, как у меня задрожал голос, когда я об этом говорила. Я его обязательно вышью, этот тайный процесс, я его обязательно покажу вам, но не сейчас. Сейчас он мне навевает воспоминания, скажем так. Ну, я кричу барабан. Да, я погуляла с собакой, собственно, там я все это и поняла. Крутим. И выпала снова Адель. Ну, значит, это ее неделя. На этой неделе будем вышивать Адель. На этой неделе Адель я уже вышивала, и на данный момент выглядит она у меня вот так. Сейчас запяливаю ее в пяльце-норге. Тут уже такие круги, знаете, от этих пялец. Буду пробовать вышивать вот эту часть, гриву. Если сейчас быстро я ее выщу, то спущусь вот сюда, буду вышивать вниз. И, кстати, вот здесь у меня канва уже такая мягенькая, я ее стирала. Она прям поприятнее для меня. Я больше люблю мягкие ткани, чем жесткие, дубовые. Ткань должна быть тканью, а не бумагой, деревом или камнем, на мой взгляд. Вот. Поэтому приступаю к адельке. Здесь, конечно, такие цвета скучноватые, рыжие, коричневые, точнее, с разных оттенков. Если посмотреть на нитки, то тут вообще ни одного яркого цвета. Печаль и уныние. Зато в косатках у меня очень красивые, яркие цвета. Ну вот, аделька сегодня у меня продвинется немножко. Я вам тут сейчас снимала итоги месяца апреля. Как видите, у меня тут все еще даже лежит. Вот как я выключила видео предыдущее и включила вам следующее. Буквально вообще прошла секунда. Хочу вам показать мои продвижения за вчера с моей аделькой. Я вчера все-таки закончила вышивать вот это место, гриву, и перешла вот сюда вниз. но вчера у меня опять не было особо времени на вышивку. У нас вчера вечером потек шланг от машинки. Уже вечером все магазины были закрыты. Естественно, шланг уже купить было негде. Сегодня 1 мая магазины все еще закрыты. А завтра у меня муж уходит в поход, если у него это получится на реку. И просто машинка вчера не достиралась. Мы ее открыли, чтобы ее вытащить. Там вода повсюду. В итоге пришлось достирать это все вручную. Это все вытирать все эти полы и просушивать, чтобы не затопить соседей. В общем, мы тут вчера пощиколотку в воде. Вот вам и река только дома. И получается, что я вчера с утра повышевала немножко, буквально пару часов. И вечером часов тоже, наверное, часа два. Сегодня, наверное, у меня опять будет день такой не очень продуктивный, потому что муж сегодня тут дома мотается. Он то дома, то не дома, то в гараже, то дома. Собирается в поход. Естественно, это будет все меня отвлекать очень сильно. Сегодня я еще, получается, из-за того, что проснулась раньше обычного у меня в голове просто каша, у меня закрываются глаза. Я сейчас, знаете, я сейчас с вами разговариваю, а у меня глаза закрыты просто. У меня мозг работает, но глаза не видят вообще ничего. Поэтому не знаю, как у меня сегодня вообще будет продвигаться с вышивкой. Сейчас мы с вами покрутим барабан, узнаем, что мы вышиваем с вами сегодня. Знаете, если выпадет третий раз Адель за неделю, я буду крутить барабан еще раз, потому что сколько можно, я от нее уже устала. Хочется что-то более яркого, более весеннего. У нас на улице такая красота, у нас там цветет терновник, поют птички в лесу, трава уже, не знаю, сантиметров 15, наверное, или 20 в высоту в лесу, там, где она в принципе всегда такая густая, высокая была. Клещей просто, я не знаю, у меня собака с прогулки приходит, просто, вчера пришли с собакой с прогулки, собака подходит к кровати и так языком делает, как будто вот у него что-то во рту мешает и просто выплевывает мне клеща на кровать. сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать, естественно, я его ликвидировала, просмотрела вообще все, нет ли там где-то еще, посмотрела и собаку, и кровать, но у меня собака, я вам, по-моему, рассказывала, мы ему даем специальную таблетку для собак, которая, если клещ кусает, то он дохнет, в смысле, клещ дохнет, не пес, мы уже не первый год даем, нас в принципе устраивает, если кого-то заинтересует, можете мне написать в комментариях, я вам напишу, что это за таблетка, просто не хочу видео рекламировать, да, вот, в принципе нас устраивает, но проблема в том, что если клещи по нему ползают и не укусили, то он может отряхнуться, может почесаться, и этот клещ он с него может выпасть и заползти так же там на меня, на моего мужа, на кровать и куда угодно, то есть вот период клещей это, конечно, прям гадость, мерзость, я их терпеть не могу, вот, поэтому вот такая вот у нас вчера ситуация была, сейчас я с вами покручу рулетку, я говорю, вот, ну серьезно, я при вас сейчас покручу рулетку, если выпадет снова Адель, но слишком много я ее на этой неделе вышиваю, надо что-то другое, у меня за павлина надо отчитываться, я очень хочу, вот знаете, если бы я не говорила вам, что я буду крутить рулетку, я бы сегодня, скорее всего, взяла либо павлинов, короче, все, что угодно, кроме Адель, она бы у меня, наверное, до сих пор вообще в ящике лежала, я бы ее, наверное, вообще не брала бы в это время, у меня вот есть другие четыре прекрасных процесса, это павлины, олень, лодки и косатки, я бы вообще косаток не знаю, сидела бы сейчас, вышивала этих косаток, они яркие, классные, они мне очень нравятся, но я вам обещала рулетку, значит, будет рулетка, итак, крутим с вами барабан, что же, что же, что же, парусники, отлично, самое интересное, что сегодня, 1 мая, и, я говорю, у меня муж будет сегодня мотаться весь день, поэтому я вам хотела поснимать болталку на паруснике, но сегодня у меня это не получится сделать, как бы я этого не хотела, потому что это постоянно будет кто-то отвлекать, постоянно будет что-то шуметь, ни вам, ни мне это будет неудобно, но парусники, я, раз они выпали, я их сегодня сейчас буду вышивать, я против них ничего не имею, как, в принципе, против почти всех моих процессов, и пошла я вышивать, обязательно покажу вам, что получится за этот день, на данный момент мои парусники выглядят вот так, то есть, когда я вам показывала последний раз на прошлой неделе, больше они у меня не продвинулись, сейчас, как обычно, мои пальцы нурге, которые незаменимые, просто вообще окажутся снова на этой работе, и я приступлю к ее вышивке, сейчас я смонтировала вам видео итогов апреля, сейчас оно выводится, рендерится, сейчас я вам скажу даже, сколько осталось, ну, так, еще часа два, ну, да, конечно, тяжко это все с ноутбука, вот, почему бы не сделать компьютер, вот он стоит, вот ему только поставить, вставить туда новый жесткий диск, поставить Windows, установить программу, ну, блин, ну, дело половины дня, ну, ладно, одного дня, но я мучаюсь уже, сколько, два с половиной года, я сижу с ноутбуком, да уж, вот что лень матушка делает с людьми, все вышивка виновата, если бы у меня не было вышивки, у меня, кстати, до того, как я начала вышивать, у меня вообще было хобби компьютеры, я узнавала, изучала новые программы какие-то, я на тот момент работала в компьютерном магазине, я сама компьютеры собирала, то есть, там люди приходили, покупали запчасти, ну, то есть, я им собирала по запчастям это все, набирала, да, там, под их, именно, критерии, под их желание, под их стоимость, и потом там же, прямо при них собирала компьютеры, устанавливала Windows, но вот сейчас самой себе поставить этот, вытащить этот системник, ставить в него жесткий диск, поставить системник обратно и установить Windows, все, беда, да, уж, ладно, пойду я вышивать, смотрите, какую красоту я вам тут начала рисовать, такие вот классные улиточки разноцветные, они будут с элементами блокворка, разные узоры будут на всех шести улиточках, и это будет клевый вообще совместник у меня в группе, улиточки не очень большого размера, где-то 40 на 60 крестиков, и такие улиточки будут отличным украшением цветочных горшков, или если им сделать новогодние украшательства, то будут классными елочными игрушками, здесь вообще я хочу сделать, знаете, какую историю, я хочу сейчас дорисовать этих улиточек, сделать совместник, и в совместнике можно будет вышить, вот как они сейчас есть, причем не важно, там на пластике, на ткани, как хотите, и устроить конкурс на самое красивое украшательство, то есть взять все, что есть дома, у нас рукодельницы всегда у кого-то что-то есть, у кого бисер, у кого ленты, у кого кружева, пуговицы, какие-то шармики, но я так думаю, что у каждой уважающей себя девушки, женщины что-нибудь да найдется, можно просто из ниток бантиков накрутить, в общем, все, что угодно, что ваша фантазия и душа пожелает, можно будет здесь сделать, и я думаю провести потом конкурс на самое красивое украшательство улиточки, и мне кажется будет вообще очень классно, они такие яркие, весенние, вообще потрясающие, и я вам говорила, что я люблю саму блэкворк, здесь есть попроще узоры блэкворка, есть посложнее, можно выбрать любой какой-то один цвет, или можно всех улиточек сделать одного цвета, только узоры блэкворка разные, в общем, все вообще, что хотите на вашу фантазию, на ваше усмотрение, и самые классные, самые красивые улиточки получат от меня призы, вот, я думаю, это будет вообще очень-очень круто, если вам нравится такая идея, напишите мне об этом в комментариях, и добро пожаловать в мою группу на следующей неделе этот совместник опубликуется, вот, я их дорисую, выложу, и очень надеюсь на вашу поддержку, и будем вместе творить красоту. Доброе утро, уже субботы, какое-то это видео очень получается сумбурное, у меня вся эта неделя это какое-то сплошное невышивание, скажем так, но сейчас я дома одна, я дома одна на ближайшие три дня, субботу, воскресенье, понедельник, и я очень надеюсь, что у меня получится повышивать хотя бы эти дни, если сейчас ничего нового не случится со мной или с квартирой, в которой я живу, или с собакой, не знаю, ну, в общем, никакое чипо не случится, то я, наверное, повышиваю, хотя тут и схемы рисовать нужно тоже, и меня подружка зовет в игру поиграть, вчера у меня вышивались парусники, вот что у меня продвинулось всего лишь, у меня здесь появились вот эти вот тросы, мачты, здесь немножко зашился кусочек, и вот здесь небольшой кусочек тоже зашился, и я бы на самом деле не крутила бы рулетку, я, наверное, на следующей неделе все-таки откажусь от этого занятия, и буду вышивать то, что хочется, а не то, что предлагает нам рандом, потому что, например, парусники на этой неделе я бы хотела повышивать побольше, а получилось, что получилось, или, например, у меня завтра надо уже отчитываться за павлинов, у меня павлины не выпадали ни разу, если косатки у меня выпали, хоть немножко у меня есть с чем отчитаться, то павлины, если не выпадут у меня сегодня, то завтра я не буду крутить рулетку, а буду вышивать их, потому что мне нужно завтра о них отчитаться. Я, знаете, я за эту неделю какая-то настолько вымотанная, у меня я просто чувствую усталость, вроде бы сижу дома, да, но вот это вот постоянно кому-то что-то от меня надо, а мне от кого-то, в итоге я там переписываюсь с художниками, переписываюсь там еще с кем-то в плане моих авторских схем, потом вот эта вот история с машинкой стиральной, которую я вам рассказывала, что из-за этого у меня весь вечер почти пропал, постоянная готовка, постоянные какие-то домашние дела, вот сейчас я на 3 дня осталась дома одна, и я себе пожарю картошки, больше ничего готовить не буду, все 3 дня буду есть жареную картошку, не хочу никуда идти, ни в какие магазины, не хочу ничего делать, хочу эти 3 дня просто сидеть и вышивать, но получится то, что получится, я не обещаю, что все пойдет как по плану, я, кстати, в том году, вот примерно в этот же период, тоже на первые майские праздники, я вообще в том, но в том году, если кто не знает, я себе создала второй канал, но эта идея быстро у меня перегорела, и там на втором канале, я хотела этот канал сделать чисто под вязание, потому что на тот момент я прям очень активно вязала, а тот пустить под вышивку, я не знаю, что меня так вообще сподвигло сделать, я до сих пор понять сама не могу, но у меня на этом канале был марафон 24 часа с вышивкой, я говорю сразу, что я там не продержалась 24 часа, я продержалась всего 17 часов, и эти видео сейчас недоступны, я закрыла к ним доступ, но тем не менее, я просто вспоминаю то, что у меня муж вот так тоже ушел, и я просто за поем вышивала, я в те дни, помню, закончила Enterprise, я в те дни закончила Милхилл мой единственный, который у меня просто почти два года лежал, который я не могла никак закончить, в общем, у меня каждый раз вот майские праздники, это прям такое продуктивное времяпропровождение именно с вышивкой, но не знаю, как получится в этом году, вот эти три дня, потому что, напомню еще раз, у меня проплачен World of Warcraft, и там тоже у меня заканчивается уже подписка, буквально как раз через три дня она закончится, и надо хотя бы вот эти последние дни побегать в этой подписке, хотя бы не очень долго, но побегать, плюс ко всему я сейчас готовлю для вас вышивальный совместник, который, как мне кажется, будет очень интересным, если будут, найдутся люди, которые согласятся в нем поучаствовать, совместник будет с призами, анонс я уже вывесила у себя в группе, совместник будет бесплатный, там будут такие клевые улиточки, но я для вас сниму потом отдельное видео, когда это все будет уже готово, когда я уже объявлю о начале совместника, для вас я тоже сниму видео и приглашу вас в него, а пока, если вам интересно, можете зайти в группу, посмотреть анонсы и хотя бы понять, что это вообще такое, так что такие вот у меня планы на эти выходные, сегодня, кстати, уже 2 мая, 1 мая, вот знаете, день весны и труда у меня прошел весь в трудах, я вчера весь день рисовала для вас схему для совместника, просто весь день я проснулась, погуляла с собакой, сняла вам видео про готовые работы апреля, и все, и сел рисовать схему, и так просидела до 6 часов вечера, у меня сегодня глаза мне сказали, знаешь что, больше так не делай, у меня очень сильно вообще болят глаза от компьютера, всегда, еще когда я работала, ну, я не работала, но фотографировала, была фотографом, свадебным в основном, и вот еще с тех пор, когда я сидела часами в фотошопе, у меня, я посадила зрение, с работой за компьютером, и когда вот, когда я вышиваю, у меня все нормально, вот именно когда я долго сижу за компьютером, у меня появляется какой-то песок в глазах, они у меня, глаза краснеют, начинают щипать, ну, в общем, какой-то, хотя я вроде моргаю, в общем, такая вот ситуация, сейчас будем крутить рулетку, сегодня, наверное, последний день на этой неделе я кручу рулетку, если выпадут павлины, может быть, покручу еще завтра, если сегодня не выпадут павлины, то завтра рулетку крутить не буду, потому что буду вышивать их, как я уже говорила, ну, сейчас покрутим с вами, и так, кручем барабан, сегодня я снова вышиваю парусники, да, как я и хотела, я бы сегодня как раз продолжила вышивку парусников, и, ну, хотя бы сегодня удача мне благоволит, так что сегодня я с вами и парусниками, а завтра тогда мы не крутим, а вышиваем павлинов, ну, что ж, хорошо, доброе утро, воскресенье, как вы видите, продвижения у меня не такие уж большие, это, знаете, это уже доходит до абсурда, это уже настолько смешно, вот я вам вчера сказала, что буду вышивать весь день, если ничего не случится, как накаркала, я вчера сижу за компьютером, никого не трогаю, за ноутбуком, никого не трогаю, и тут у меня тухнет экран, и я понимаю, что у меня ноутбук выключился и не включается, и то есть даже лампочка того, что к нему идет питание, не горит, ноутбук был очень горячим, он прям видно было, что он перегрелся, в итоге, вместо того, чтобы вышивать, я восстанавливала ноутбук, пыталась его реанимировать, у меня это получилось, и я решила, что это знак, раз уж я занялась ноутбуком, то я займусь и компьютером, в итоге, я вчера весь вечер занималась тем, что я достала все-таки свой системник, я поставила, вставила в него новый жесткий диск, я начала ставить Windows, и я поняла, что у меня проблема была все это время не в жестком диске, у меня что-то было с биосом, и биос не воспринимал загрузку с флешки, при том, что я пробовала загрузку с флешки разным способом, ну, я, наверное, не буду вдаваться в подробности насчет этого, если, меня, меня, скорее всего, смотрят люди, которые вообще от всего этого далеки, а, в общем, проводилась я с компьютером вчера весь вечер, и, знаете что, я его победила, если вы сейчас слышите такой небольшой гул, то это работает системник, он гораздо громче ноутбука, а это значит, что у меня теперь монтироваться, рендериться видео будут гораздо быстрее, это значит, что, возможно, у меня улучшится качество видео, потому что из-за медленного ноутбука я могла рендерить только в качестве 720, возможно, что теперь у меня будет 1080, но посмотрим, я не обещаю, потому что я просто посмотрю, сколько он будет монтировать 1080. В общем, я безумно рада, учитывая, что я не могла это все сделать больше двух лет, я, у меня сохранились абсолютно все данные, которые были два года назад на этом компьютере, у меня сохранились все фотографии, у меня сохранилось все вообще, то есть, все отлично, идеально, никаких проблем нет, нет, то есть, компьютер как два года назад, только теперь у меня там стоит не один жесткий диск, а два жестких диска, это тоже на самом деле здорово, потому что теперь у меня есть 3 терабайта памяти, и это прекрасно. Сегодня я рулетку крутить не буду, рулетку, кстати, я скопировала с того компьютера на новый, так что, если у меня будет настроение на следующей неделе, я ее покручу. сегодня я рулетку крутить не буду, потому что крути не крути, а надо вышивать павлинов, а учитывая, что я тут еще не закончила до конца с компьютером, мне нужно будет, собственно, поставить сам Sony Vegas, мне нужно будет поставить Cross Stitch Professional программу для рисования схем, также Pattern Maker, так как я рисую в Cross Stitch Professional, а вывожу схему из Pattern Maker, мне там больше нравится и ключ, и сами значки, и сам, в принципе, формат схемы, поэтому эти две программы мне обе, обе две нужны, ну и плюс буду потихоньку с ноутбука копировать какие-то файлы на компьютер, потому что некоторые фотографии и так далее хотелось бы видеть в быстром доступе еще и на компьютере, чтобы каждый раз не включать ноутбук. Ну, а по поводу вышивки, я вот, вот что вы видите на своих экранах, это вчерашнее продвижение, у меня не были вышиты вот эти тросы, я вышила вот здесь немножко полукреста, вот здесь немножко, там, по-моему, два цвета крестика, два или три, в общем, продвижения небольшие, но они хоть какие-то есть, учитывая, я говорю, что я вчера просто весь, ну вот, в четыре часа у меня потух экран, до четырех часов я пока в магазин сходила, пока там собаки кашу сварила, пока туда, пока сюда, думаю, ну вот сейчас как раз часиков с трех повышеваю, угу, повышевала, капец, капец, хотите посмеяться, время половины третьего, я только сажусь за павлинов, вот так они у меня выглядят на данный момент, я вам их показывала последний раз, по-моему, в понедельник, да, наверное, в понедельник, с тех пор они у меня не продвигались, на этой неделе они у меня не выпадали в рулетки ни разу, но сегодня у меня вообще отчет, и мне сегодня надо вышить минимум 400 крестиков, чтобы поучаствовать еще и в розыгрыше, там идет у Наташи Гефки небольшой розыгрыш для участников совместного проекта, и вот как раз таки очень хочется поучаствовать, сейчас буду уже монтировать это видео, которое я вам снимаю, сейчас, буду загружать его на YouTube, чтобы завтра с утра вы смогли его посмотреть, не знаю, на следующей неделе будет ли у меня рулетка или нет, или буду вышивать то, что мне хочется, то, что мне нравится, но, тем не менее, продвижение хотя бы по трем работам из пяти, пять ведь у меня начато сейчас, да, пять, по трем из пяти у меня должны быть, и может быть все-таки будет хоть один из стартов заявленных, у нас сейчас на улице гремит гром, дождя пока нет, грозы пока тоже нет, дома прям очень прохладно, деревья довольно-таки сильно колышатся, там ветер на улице такой неприятный по всей видимости, муж у меня на реке в походе, и как-то тревожно за него на самом деле, но будем надеяться, что у них там все хорошо, они вчера перевернулись на лодке, на байдарке, на одном из порогов, порвали лодку, но в итоге они ее заклеили, он мне сообщил, что он утопил телефон, поэтому конечно, я-то тут сижу, отдыхаю, а у них там очень-очень-очень весело, но я пошла вышивать своих павлинов, то, что у меня получится за сегодняшний день вы увидите получается через неделю, когда выйдет у меня уже следующая творческая неделя, и на этой неделе подведем итоги недели, я немножко повышевала, попродвигала, немножко продвинула оленя, немножко продвинула парусники, немножко продвинула Адель, что там у меня еще было, чуть-чуть совсем продвинула косаток, но вот сегодня еще попродвигаю павлинов, и самое большое мое творческое достижение, и не только творческое, это то, что я все-таки реанимировала компьютер, это на самом деле такой для меня сейчас подвиг того, что я все-таки это сделала, и это очень-очень круто, ну, на этом я с вами прощаюсь, до встречи в следующих видео, пока-пока! пока-пока!